Рейдерский захват высшего учебного заведения в Севастопольске и суд банковского детства. 30 вооруженных людей зашли без никакого предупреждения, выгнали всех студентов с занятий на улицу, преподавателей загнали в аудиторию одну большую. И, соответственно, под дулом автомата провозгласили, что у нас меняется руководство. За этим захватом рейдерским стоит местная власть, потому что Чалый Михаил, себя так он назвал, директором департамента правительства, показал распоряжение губернатора, то есть исполняющего обязанности губернатора Сергея Ивановича Миняевна. Значит, там всего лишь на всего была одна фраза. Этот рейдерский захват осуществлен для того, чтобы сохранить имущество и ценные вещи высшего учебного заведения. Вот и все. Стоп. Имущество сохранили, либо сохранили историю с банкоматами? Значит, на следующий день после рейдерского захвата два банкомата Национального банка Украины были вскрыты. Значит, под руководством уже назначенного губернатором директора Грищенко Оксана Александровна. Путем, как говорится, спила, взлома на протяжении всей ночи работы. Вынули оттуда порядка 350 тысяч гривен. И, соответственно, территориальное управление Национального банка обнаружило недостачу. То есть, по сравнению с тем, что они говорят, было в банкомате, процессор показывает другую величину. То есть, по всей видимости, работники взяли прочитающую сумму себе. Это сумма 8 тысяч, разница гривен. До сегодняшнего... Стоп, стоп. Что такое 8 тысяч гривен? 8 тысяч гривен? Всего лишь? Это разница. Всего лишь? Да. Украли всего 8 тысяч гривен? Украли 8 тысяч. Уже про миллион шла речь. Нет, 350 тысяч как бы заактировали. Вроде бы эти деньги есть в кассе. А всего 8 тысяч украли? Украли 8 тысяч. То есть, разница показателя процессора и показателя того, что вытащили деньги, составляет 8 тысяч. Но взломанный банкомат один, если хозяин хочет, а хозяином является территориальное управление Национального банка, чтобы реставрировать, необходимо потратить 90 тысяч гривен. Если перевести по курсу на рубли, вот он в суд. А их два. Соответственно, сколько? 180 и плюс эти 8. Я извиняюсь, а зачем ломали вообще? Зачем ломали банкомат? Я понятия не имею, зачем ломали банкомат. Ну, наверное, ломали для того, чтобы как раз поиметь деньги. Там официальная версия, что хотели выдать зарплату, а якобы банкомат был заблокирован работой. Нет, уважаемые друзья, это неправда. И таких официальных версий нет. Напротив, если на карточке человек имеет заработную плату, то он получает с банкомата украинского деньги до сегодняшнего дня. Что после взлома банкомата делается в территориальном управлении Национального банка в Синферополе. Сегодня, когда идут расчеты Национального банка с работниками института уже в прошлом, то, соответственно, они ездят и получают эти деньги. Это неправда и безграмотное толкование вопросов. Если, конечно... А куда дели 350 тысяч? Не шатайте столько. 350 тысяч для меня неизвестно, они куда дели. По всей видимости, надо это спросить у людей, которые вскрывали банкомат. Значит, сотрудники на следующий день зарплату получают? На сегодняшний день заработную плату получают все сотрудники от Национального банка Украины. Те, которые работают согласно штатного расписания. Значит, до 30-го числа работало 200 человек до 30-го. Все они получат все причитающее. До 30-го мая? Да, до 30-го мая. А также сами они получат расчетные, отпускные и так далее. На сегодняшний день осталось 44 человека, в силу того, что захваченное высшее учебное заведение, где идут деструктивные процессы. 44 человека получают зарплату из Киева? До сегодняшнего. И те, которые уволили, расчетные все расчеты получают из Киева. А тех, которых уволили, они от России зарплаты получают? Никогда они никакой заработной платы не получали и не получают, в силу того, что нет никакой организации такой российской, которая называется, институт. Самозахват – это как пиратская шхуна. Так, секундочку, а Грищенко, она зарплату получает? Я не знаю. Грищенко вообще работает сегодня. Она в Национальном банке 16-го числа уволена по 41-й статье. Майя? С 16-го мая уволена по 41-й статье. Ну, может быть, она работает в каком-то российском банке? Или в каком-то заведении учебном российском? Ну, во-первых, там, туда, куда она приходит на работу, и, как говорится, с вооруженной охраной. Это Севастопольский институт банковского дела, университета банковского дела Национального банка Украины. Здание вы имеете туда? Все, организация. До сегодняшнего дня и студенты там числят. И я там исполняю обязанности директора, который не пускает на работу. Хорошо. Значит, вот в том физическом помещении распоряжением губернатора чего-то там создали? Вот то, чего создали, оно зарплату... Ничего не создали. Распоряжением губернатора ввели одного человека. Грищенко Оксану Александровну. Но ей зарплату платят? Я не знаю, может, губернатор платит. Не может она заработной платой юридически получать ниоткуда, потому что ей Национальный банк не может платить, потому что он уволил ее. Она просто там находится под патронатом губернатора. Ваша версия, как решить эту проблему или как нужно было изначально ее правильно решать? Изначально ее правильно нужно было решать. Не вмешиваться в нормальную жизнедеятельность высшего учебного заведения, который шел в авангарде всех учебных заведений полуострова на предмет вливания в российское образовательное пространство. И помочь однозначно, если это можно, хотя мы помощи особой у них не просеем, для того, чтобы произошел быстрый переход с одного ведомства, с Национального банка Украины в другое. Как это, к примеру, сделал уважаемый господин Шойгу, министр обороны. Была у нас при Министерстве обороны Украины академия военная, морская. Она перешла куда? В Министерство обороны Российской Федерации, той же самой академии. Может, название поменялось и так далее. Вот это мы хотели и делали. И шел переговорный процесс. Кстати, у меня есть письма с 1.04. законодательное собрание подписалось с просьбой помочь в этом переходе. Я был в Центральном банке и занимался. Просьба кому? Просьба пани Набибулиной, председателю Центрального банка Российской Федерации, чтобы они поспособствовали быстрому переходу. В силу того, что за нами студенты порядка. Сейчас ничего не решилось. Вот сегодняшнюю ситуацию как разрулись? Сегодняшняя ситуация, как все родители говорят, как все студенты говорят, так и я говорю. Уважаемый Сергей Иванович Миняйло должен отменить свое распоряжение и, соответственно, убрать оттуда людей, которые чужие, и дать возможность зайти людям, которые сегодня по штатному расписанию числятся в этом учебном заведении, и они сами этот вопрос решат. В противном случае решить этот вопрос нельзя. Они решат этот вопрос. Вы добиваетесь отмены распоряжения ее губернатора? Прошу и пытаюсь добиться. По той простой причине. За мной люди и, соответственно, студенты и их родители, это где-то порядка три тысячи человек, которые этого просят каждый день. Смотрите, вот отмените решение губернатора, да? Но сотрудника уже уволили из Украинской банковской академии? Завтра же все сотрудники и студенты придут к нам. Хорошо. Допустим, опять будет как раньше после отмены этого распоряжения. А может ли вот сейчас существовать Банковская академия, Национальная банка Украины, как бы продолжать работать, именно оставаясь украинским высшим учебным заведением или нет? Я думаю, нет. Это учебное заведение, оно может определенную, в небольшой промежуток времени донормализация всех отношений в международном правовом поле. А затем, безусловно, это учебное заведение должно перейти к Центральному банку Российской Федерации или к правительству Российской Федерации, как профильное учебное заведение, которое так построено, так задумано. И кадровый потенциал такой хороший, молодой, и студенты этого хотят. А главное, это такая визитная карточка города Севастополя. Вот если бы вам сейчас не мешали работать до 1 сентября, вы успели бы эту проблему решить? Если бы мне не мешали работать до 1 сентября, я это сделал бы все без никаких проблем и без лишней помощи. В данный момент времени, скажу, у нас где-то порядка осталось, потому что их же выгоняют студенты. Заставляют их переводиться в другие высшие учебные заведения. 525 студентов. А было сколько? А было 650 студентов. Вы знаете, такая активность. У нового руководства побыстрее очистить территорию. Значит, студенты ждут, студенты, которые перешли на второй курс, на третий курс и на четвертый курс, ждут хороших вестей, что на самом деле освободят захватчики и дадут возможность работать легитимным руководством. Студенты, которые закончили, закончили бакалавратуру. Значит, украинская сторона обеспечила все свои обязательства, выписала дипломы, все. Они должны поступить на конкурсной основе в нашу магистратуру. Они хотят этого, они готовы к этому. А так же самое возьмем студентов из других высших учебных заведений на конкурсной основе. А так же самое мы объявим конкурс, чтобы из других точек Российской Федерации тоже приехали поступать. Я думаю, что на первый курс мы слегка наберем студентов, но для этого обязательно надо продолжить компанию приемную, потому что сейчас вузы принимают, а мы не принимаем. И, соответственно, переработать, как говорится, процедуру приема людей для того, чтобы обеспечили процесс 1 сентября, принят других людей, некоторые же уехали в силу того, что видят здесь безысходность, и, соответственно, начать эту работу. У вас бакаларвы и реально дипломы получили уже на руке? Да, у нас они в Киеве, в ПАП. А когда вы сможете их забрать и выдачить? Я думаю, после первого числа все получат дипломы. Получат? Да. Вы поддержаете? Я полностью уверен, потому что они есть. А что сейчас происходит вообще с территорией, там же много объектов, общежитий, и вообще вот на данный момент в такой ситуации? Я вам хочу сказать, на сегодняшний день, что происходит с территорией. На предмет того, чтобы территория была красивая, чистая, ничего не происходит. То есть эти работы приостановлены, значит, собственно говоря, территория теряет свою красоту. Значит, что делается в общежитиях? В общежитиях проживают неизвестные люди. Я не знаю, какие платежи они производят, потому что их юридически нельзя производить. Есть интересные люди, которые занимают вместо 16 человек один полэтажа. Это тоже от интересных, как говорится, наших хозяев города. Вы поняли, называйте. Ну, я так думаю, по распоряжению губернатора где-то 4 этажа заняты такими интересными людьми. Это говорят его помощники, которые там проживают. Один человек на 16 мест? Ну, один человек занимает этаж, где могло бы жить 16 человек. Значит, таких 4 этажа поясведения нет. Я знаю, что сегодня там проживают ОМОНовцы. Не знаю, правда, ОМОН какой. Это тот ОМОН, который переехал у нас в материковой части Украины сюда. Или тот ОМОН, который не имеет жилья, но работает здесь в Севастополе. Не берусь за это, как говорится. Говорят, есть часть людей, которые как бы под... Вот в этой сложной ситуации на юго-востоке Украины переехали сюда, в виде беженцев проживают. Соответственно, есть небольшая часть студентов, которые еще не успели уехать. Есть проблема у них какая-то. Ну, в целом, такая вот непонятная ситуация на предмет эксплуатации. База отдыха какая-то есть у вас? У нас нет базы отдыха, но у нас должен был запущен быть с 1 сентября санаторий-профилактория на 160 комнат. Который, так же самый объект арестованный. И там, по всей видимости, тоже живут неизвестные люди. И, соответственно, наверное, не ведут никакие платежи, потому что объект, он, по сути дела, не запущен. Где он находится? Он находится на нашей территории. Уже построен? Да, 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 полностью. Он с 1 сентября должен был запущен.